Доброго дня, дорогие зрители, мы продолжаем, и сейчас с вами всё так же Никита Тарануха. Ну я думал ты меня представишь, слушай, я молчи специально, тяну время, а ты так и не сказал кто я. Ну Александр Танкович, с вами добрый вечер, конечно же. И я тебе что могу сказать, я очень соскучился на самом деле по комментированию. Две недели меня не было, одну получается мы как бы, ну... Прошлые выходные у нас были в АХС утром. Да, Хардстоун целиком посвящены, а позапрошлые выходные у тебя были, по-моему, или нет? По-моему тогда все отдыхали в субботу пока. Ну потому что там как бы... Какие-то проблемы были, да. Ну а в любом случае мы снова с вами, вот в этом дуэте будем освещать последние игры текущего турнира. Кстати, напомни, пожалуйста, какой это по счету опен? 36-й опен, предпоследний опен перед сентябрьским челленджером. То есть вот за эти, за сегодняшний опен и за следующий опен нужно по максимуму набрать баллы, которые пригодятся, чтобы пройти в SGL челленджер с призовым фондом 50 тысяч рублей. Да и на опенах тоже призовой не маленький, 10 тысяч рублей, ну очень неплохо, очень неплохо. Да, вот, и для меня, как для студента, десяточка, вот просто так вот отсыпать за день игры, это как бы очень много. Тут ребята собрались тоже, я уверен, многие студенты, многие там работают, и как бы лишних, денег лишних не бывает. Вообще денег, да, лишних не бывает. Забрать 5 тысяч за то, что ты играешь, получаешь удовольствие со своей командой. Это круто, это круто. И давай представим, наконец-то, наших титанов. Подожди, третья игра подряд. Аниманарм Тим берут Виномансера, я надеюсь, они-то нам покажут, как играть. Вот предыдущие две, ну не получилось. Не получилось у Виномансера, но я уже Ренату говорил, вот ты сейчас уедешь, и не увидишь, как Виномансер выиграет гранд-финал. Это еще не гранд-финал, но они сейчас пройдут, и потом выиграют еще в гранд-финале Виномансером. Посмотрим. А я ему скину скрин, и буду на ним смеяться очень долго. Кванта Гейминг, да, действительно против Аниманарм Тим, и вот первые два пика Кунка и Эншент Опарейшн, и в ответ Эрд Шейкер и Виномансер. Ну а по банам, Кванта Гейминг банят Некрофоса, Буриона, ой, из головы вылетел этого Человека-Волка. Оликонтроп. Оликонтроп, конечно, ну и Пугнам берется, добирается еще Никс Ассасин. И Аниманарм Тим, соответственно, убрали Лича, кстати, редкий бан, но возможно... Нет, сейчас очень часто начали банить. Может быть, может быть, я выпал из меты на две недели. Спирит Брекер, Фейсли Своид и... Манки Кинг. Да, Манки Кинг. Ну, Фейсли Своид понятно, я вот посмотрел предыдущие игры, которые вы комментировали, там разнос. Но Фейсли Своид реально мощный. Он может, тем более в связке с Эншент Опарейшном, в принципе, ставится купол, туда летит... Так и корабль туда полетит, смотри, все, и их там просто бы накрыли. Да, поэтому правильный, правильный очень бан. Вот смотри, берут Никс Ассасина, отдают Сайленсера. Но при этом они надеются, что смогут первые заинициировать, например, там подкоп какой-то в Сайленсера дать до того, как он свой Глобал прожмет. И может быть его быстро зафокусить как-то. Нужно будет ставить очень много вардов в команде Аниманарм Тим, если они хотят... Ну, чтобы в них просто не заинициировали под всей этой грязью. Тут и инфизбомба, лайфстилер плюс Никс Ассасин. Никс, кстати, может себе блинк купить. То есть не сразу уходить в вендету, а врываться с лайфстилером, давать свой импейл. И, допустим, потом уже убегать, если вдруг что-то пошло не так. Угу. В ответ берется Дарксир. Хороший герой. Ну да, будет вакуум, будет стеночка. В принципе, тут копии лайфстилера они будут очень сильно напрягать. Слушай, ну и здесь тоже, в принципе, неплохая связка. Под стенкой еще дать ультимейт Виномансера. Да, и Шейкер туда залетит. Да, еще и Шейкер с ультимейтом туда впрыгивает. Может здорово получиться. Будем на это надеяться. Кванта Гейминг банят Вайпера. Вайпера, да. Как мы могли бы увидеть в прошлой игре, Вайпер тоже достаточно плотный. Плотный персонаж и хорошо бы зашел в эту связку. Ну, за счет своей пассивной способности он просто ядом возвращает весь урон. Получает меньше магического урона. И самое главное, он идеально бы вписывался в этот пик. Почему? Потому что ранней агрессии у аниме на рамтим. Мы видим, что в лейте их должны разваливать. Ну, только Дарксир, такой более-менее лейт-герой. Ну, который может там, допустим, за счет своей стенки стакать кучу копий кого-нибудь. И эти копии будут убивать. Ну, например, копия лайфстилера в лейте будет очень много урона наносить. Но остальные герои там до первого Блэкинг Бара, не считая Виномансера, его яд будет пробивать все равно БКБ. Ну и как бы... А не тонкий, их можно разваливать. Вот Мирана еще тоже хорошая инициация. Так, еще и Мирана. Да. Но тоже тонкая. Тонкая. Мидовая, наверное, будет. Против Шадоу Финда ей придется стоять. Скорее всего. На самом деле... А может быть и Саленсер отправит в мид, к примеру? Может быть. На самом деле, я почему-то ставлю на победу сразу Кванта Гейминг. Кванта Гейминг, я бы не сказал. Ну, Анима умеют же играть в раннем. Умеют, умеют. Это я не спорю. Но мне не нравятся вот два пика, это Мирана и Виномансер. Если Виномансера еще можно оправдать подстяжку, давать ультимейт и туда же впрыгивать Аршекеру, то Мирану, ну, не знаю. Не знаю. Но тоже я, в принципе, не такой уж хороший игрок, чтобы судить о командах, которые у нас участвуют. Это всего лишь, так сказать, наши мысли. Да, наши мысли, наше мнение собственное. Это мнение автора, как там говорят, чтобы нас не забанили. Ну, ладно. Слушай, я перебью. Очень интересно. Хорошо. Мне понравился у Никс Ассасина этот сет. Я тоже хотел сказать, да. Здорово выглядит. Очень здорово. Золотые когти такие, панцирь. А на кого похоже, как думаешь? Ну, вот прям вот этот на жука похож прямо больше, чем оригинальный. Именно, да. Именно такой жук. Майский. Не знаю, не знаю. Я не очень силен в жуках. Тоже не силен, в общем, ну ладно. Ну и, что ж, давайте представим команды. Да, давай. Возглядели мы Никса. Спасибо. Команда Кванта Гейминг. Трэшкорс Вилдай Кунка. Джей Кью. Эншент Опарэйшн. Комбо. Лайфстиллер. Супример. Никс Ассасин. Единичка. Шадоу Финт. Из-за силы тьмы играет команда Аниман Арм Тим. Холли на Веномансере. Плайт Инту Спейс. И буква Ди. Стрей Точи. Мер Шейкер. Пизент. Дарксир. Реджайсер. Саленсер. И Нойер на Мираник. Среди знакомые никнеймы уже, я уверен, большинству. Холли. Реджайсер. Ну, часть, конечно, видимо, или обновили свои никнеймы, или стенды. А вот эту команду силу света Кванта Гейминг, по-моему, мы впервые видим. Не, они играли в прошлом, по-моему, турнире. Перед началом игры посмотрели статистику. Я впервые вижу. Я впервые вижу. Да. Я на самом деле тоже удивился. Ренату посчастливилось комментировать вроде как эту команду в прошлый раз. Какой-то из разов. По крайней мере, он сказал, да, я их знаю. Ребята хорошие, играть умеют. Ну да. Будем надеяться, да, на хорошую, красивую игру. Смоки разбили, проставили, поставили варды, где нужно, где удобно. Вот сколько таких хороших ребят уже аниманером тим выкинули. Ну, безжалостные, безжалостные люди. Да, да. Варды по лесу, конечно, на какие-то руны ставятся богатство и плюс подвышечку, чтобы видеть перемещение оффлейнера команды противника. И как бы это удобно очень. Пока все стандартно. Разбежались, варды поставили, друг друга не заметили. Центрики не купили. Все нормально, все видим, друг друга убиваем. Будет интересно, я думаю. Вот уже идут руну отжимать под смоками, например. На, смоки прожали. Торрент прокачан. Сейчас просто заходят и будут цеплять Мирану. Ну серьезно, почему она встала? У Мирана лаги, помогите. Отпрыгивает, но ее могли бы побывать. Она еще замерзла. А смотря, если бы пошли, убили бы, мне кажется. Да, могли бы. Что она замерзла так неудачно. Лип короткий, она в дерево прыгнула и замерзла там же. Руну отжали, еще свою сейчас заберут. Втроем, втроем стопят крипов. Ну, ситуация того требует. Мирана на пол хп уже. Надо, чтобы хоть крипов нормально поступить. Веточку съела, конечно, но даже на полную шкалу здоровья не хотел. Хватило. Втроем выходят сразу на Шадоу Финда. Фиссуру на него. А чего не хватило? Стрелы не хватило. Потому что лип прокачал. Потому что лип прокачал. Да, вот из-за этого. Из-за таких микромоментов и складывается хорошая игра. По линиям, что у нас получается? Пока что втроем от команды Аниман Арм Тим. Мирана, Сайленсер и там же ходит Шейкер. Пытается, судя по всему, выследить еще и Курьера. Шадоу Финд вместе с Кункой будут противостоять пока что этой троице. Верхняя линия. Но их тут будут гонять. Тут два рейнджевика. Причем рейнджа-то у них побольше, чем у Шадоу Финда. Кунку вообще не подойдет. А Шейкер с фиссурой вот так вот обрезает. Промахивается. Крипов нет. Крипы все лтвны под вышкой. Можно теперь выйти на Кунку. Нет, прогоняют их. Торрент пока не дает. Сайленсер очень так неплохо от крипов просел. Сэф за ним дальше не пошел. Кунку опять продолжают гонять. Но нету, конечно, маны на фиссуру. Вот Кунки, если бы не было, возможно, даже могли бы убить этого Шадоу Финда. На верхней линии у нас, получается, пока что стоит Никс Ассасинс против Виномансера. Нижняя линия у нас за... Нормально фармит Виномансер. Нормально. Статистику бы нам посмотреть, конечно. Не общую ценность, а Крипстат. Отлично. 4-0. Ну, нормально. 6-6 у Гули, конечно. Но не такой большой отриф, а то, что своих не добивает. Ну, пускай. Шейкер. Шейкер все так же стоит в засаде. Сейчас фиссура и отрежет. Первая кровь. Надо наказывать Шадоу Финда, кстати говоря. Ну, Миран не отпустит. Тут еще стрелу кидает. Ферри Файер прожимается ССФом. Но это его не спасает, само собой. Вот так вот. Один в один раз менялись, но Ферст Блад был все-таки за Шадоу Финд. Но зато они отдали не мидера, а в пакет мидера. Ну, да, да. То же такое. 10 на 50. Функа смело сбегал в чужой лес, забрал руну, богатство и побежал на нижнюю линию помогать своим игрокам. Сайленсер заходит с тыла, опять же. Но, конечно, здесь поприятнее смотрелся бы тот же Эршейкер, который отрезает. Сайленсер-то может и поплатиться. Эршейкер на верхней линии пошел помогать. Кулицу он не смог подрезать. Ласку использует Никс Ассасин. Надо бы сбить, но слишком далеко. Крипы заходят под вышку. Опыт он, по крайней мере, получает. У него 7-3. Он еще и добить трейх умудрился. То есть не дал вина мансеру, какой-то драгоценный фарм. Это очень хорошо для Никса. То есть он себя вполне комфортно чувствует. Дарксир даже похуже, что удивительно. 6-1 у Дарксира. То есть ему не дают разгуляться, несмотря на колючки. Интересный старт. А колючки-то и есть? Колючки есть. И третий скилл есть, но не спасет. Замерзает на месте. Или убежит все-таки. Еще раз успевает прожать. Через деревья отлично отбанцевал. Смотря куда пойдет. Возможно просто отдаться нейтралам. Мне кажется, это был бы лучший выход. Но он пытается выжить, да. И уходит с телепорта. Успевает, да. Успевает спрятаться в деревьях. Телепорта уйти здесь. Тем временем ловят. Да, не 5-секундная, но убили. Ловят, да. Shadowfint убивают. Никс вынужден отступить на базу. Пойдет пешком, потому что в магазин рядом, который есть, туда не дойти. Там Виномансер. Не позволит ему туда добежать. Ну и так полечиться надо запас маны пополнить. Все-таки еще целая минута до появления шрайнов. И стоять на линии без маны. Никсу, ну такое дело. Могут прийти загангать и убить очень легко. Учитывая, что успешно получается пока что это делать. Да, 2-1 четкости. Вот они вон армтин потихоньку набирают. Это преимущество. Ну вот смотри. Тысяча туда, тысяча сюда. Ну меньше тысячи. Вот только что было. Туда, сюда. Иконка дергалась. То есть вообще игра очень равная. Ровная. Хотя и очень агрессивная и такая активная игра по старту начинается. Шейкер. Но формят лучше силы света. Тут кайлы получают. И дабл гэмэш. И кунка на крест садит. Но нет. Лип вовремя. Спасается. Боттл уже есть у Мираны. Как он тоже в принципе должен быть. Ну и вот шейкер. Вместе с Сеншн Топарейшном. Начинают. Ой какой хороший был. Койл на центре. Я думаю она выживет. А тут Дарксира погоняли. Ну вот он минус. То что очень герои такие неплотные. Постоянно нужен какой-то хил. Либо не подставляться. Не подставляться не получается. Потому что койлом откуда угодно можно достать. Хотя бы одним. Поэтому очень большая проблема с проживанием. Поймать сайленсер. Харапасы. Поймать сайленсер. Помогает своим первым скиллом. Сжигает всю ману тебе. То есть здоровье наоборот. Здоровье. То как бы шансов вообще никаких нет. А ну еще и замедляет. То есть там вообще замедление очень сильное проходит. Он почти стоял на месте. Это было видно. Но вина мансера тоже маны сейчас не особо много. Ему бы боттл какой-то или кларити возможно себе принести. Чтобы было покомфортнее. Сэф выходит на Мирану. Кунка может посадить на крест. Должен быть торрент. Мирану можно ловить. Липа нет. Еще одну тычку дать. Мирана выживает кажется. Да. Спасается там буквально на 20 хп. Боттл себе приносит. Отпивается. И все у нее хорошо. Вовремя. Лип откатился. Успела упрыгать оттуда. Лайфстиллер 5 уровня под рейджом. Спокойно чувствует себя против Дарксир. Там просто берет эту колючку. Сгрызает. Да. И никаких проблем. Ой. Там его сильно-сильно проседает сейчас. Лайфстиллер. Сэфа можно поймать. Пока липается. Тут тоже драка. 1 на 1. А мужика. Но Лайфстиллер тут победит. Конечно. И убивают Сэфа. Ого. Получается погиб Дарксир. А на другой части карты погиб. Еще и Никс Ассасин. То есть и в меди, и в легкой сложной линии. Везде по размену получилось. И счет 5-2 становится в пользу команды Аниман Арм Тим. Я вообще сперва не понял. Смотрю на иконку Никс Ассасина. И там как бы что он. В таверне. А почему? Убивали же Дарксира. Но теперь понятно. Видимо Виномансер еще раз постарался. И сделал килл. Без проблем. Виномансер если держит дистанцию. В принципе у него против Никс Ассасина проблем никаких должно не возникать. Ультимейт кстати сейчас он вообще не брал. Не прокачивал ультимейт Виномансер. Хотя уже седьмого уровня. А пока не надо. То есть он стоит на линии. Зачем ему ультимейт? Только зря ману тратить. Это довольно дорогая штука. Вот будет первый массовый замес. Он тогда вкачает. Да чуть попозже. Будет гораздо полезнее. Сейчас против одного Никса. Он и так его убивает. Да и ультимейт там ни к чему. А тут уже Шейкер перетянулся. Получил четвертый уровень. Взял в двоечку себе Фессуру. Пассивочку и тотем в единичку. И будет как-то пытаться ловить. А нет, он пассивку в два берет. Интересно. Фессура там не сильно время увеличивается. Иконки у Овер Шейкера и у Лайвстилера немного похожи. Стрела ужасная была. И может сейчас через Скайлы разобрать попробовать. Но нет. Есть лип у Нойера. Сколько раз его этот лип уже спасал? Очень много. Раз пять уходил. На лоу хп. Вот против таких гангов. Я думаю даже не лишним будет собрать какой-нибудь арт-шит. И изоградить его в Блаторн. Какому-нибудь Лайвстилеру даже. В принципе это будет полезно. Чтобы Эмирана вообще никак не уходила. Ну и заставить ее Линкен Сферу какую-то собирать. Тратить время. Но это потом уже будет очень поздно. Если до такой стадии игры зайдут. Надо будет сто процентов делать этот артефакт. Пока что конечно он не нужен. Т1 на верхней линии потихоньку падает. Никс вынужден телепортироваться. Единственная возможность это да. Уйти с телепорта. А больше никак. Конечно Топорюшин тоже может просесть. Торрент. На крест посадили под него вернули. Еще и замерз Веномансер. Просто избивают его. И добил. Самое главное добил Никс Ассасина. Вот самое плохое что можно сделать против Веномансера. Это недооценивать его яд. Ты думаешь что ты выживешь. У тебя вроде бы половина. Даже больше половины хп. Как было у Никс Ассасина. А он просто с геля умер. Понимаешь он умер с геля. То есть там ничего больше на нем не висело. И гель вкачанный в четверочку его убил. Вот так вот. Поэтому надо следить очень внимательно. Вышка падает. Тем когда ты дерешься против Веномансера. Успеют ли добить? Из-за донайт не получается. Реджайсер. Реджайсер. 200 золота. А тут еще и. Эршейкер. Но фиссура была так себе. Если честно. Зацепить кого-то вряд ли получится. Тут у нас Никс Ассасин. Вендетти за Реджайзером. Холли тоже тут рядом. Гелем помазал на Ассеншит Оперейшн. А дальше за Веномансером погоня на крест посадили. Эршейкер тоже тут может дать АТМ. Пассивочка в двоечку решает. Ультимейт. Можно разбирать кунку. Четвертый уровень уходит в деревья. Один в один пока. Ну вот так вот. Забрали вышку. Размен сразу. Спалили что у Никса теперь есть Венгета. Теперь они будут осторожнее играть. Но Мирана, по-моему, пока свой ультимейт не взяла. То есть ей бы тоже пригодился на самом деле. Да, даже сейчас. Но она не скачивала. Пока не берет. Пока что ей хватает Липа, Старфола и Стрелы. Ну да. Чтобы вышивать хватает. Но чтобы инициировать получше. Все равно пригодится. В любом случае надо будет брать. Ну, естественно. Силенсер уже где-то на воротах. Зарвал две единицы интеллекта. Ну, в смысле, не две единицы интеллекта, а четыре получали. Угу. Да, то есть участвовал при убит... Ну, с помощью, скорее всего. Помогал. Помогал кому-то. Шердов Финт. Опять же, на дабл дэмэдж ему очень сильно везет в этой игре. Второй ДД. И если сейчас Мирана выйдет, можно с Никсом попытаться убить. Нужен хороший МПЛ, а через ДД СФ разберет. Но минус. То, что... Как бы здесь даже бордов нет. И Мирана не сможет спалить, по идее. Но она не выходит из вышки. Знает, что ДД у СФ. Они видят на карте Никса. Понимают. Торрент. Мирана липается. На крест посадили. Можно подкапывать МПЛ. Очень неплохо разбирать Мирану. СФ первый погибает. Мирана получает опыт сразу ультимейт от Саленсера. И в погоню за Нюксом. Но Гелем не попал. Ни по кому. Поэтому безопасно могут себя чувствовать. Тут еще и Шрайн готов. Один в один разменялись. Но Мирана победила в этом замесе. Потому что все-таки СФ... Не успела получить, да. Не получила, да. Но если сравнивать их крипстат, то у СФ, конечно, все намного лучше обстоит. 96 на 13. У Мирана 67 на 19. Ну, разница прям очевидная. Да, ощутимая. Ну и думаю, можно переключиться на общую ценность, чтобы воочию убедиться в этом. Топ-1 Виноманстер. Ренат, привет. А заметь. Заметь. По ценности-то они на одном уровне сейчас идут. Шадоу Финт и Мирана. Ну, за счет того, что убивают очень много... Да, да. ...игроки команды Аниман Арм Тим. Стрела Алип. И вот очередное убийство на СФ скорее всего будет. Кайлами он не будет откидываться. Все-таки один успел дать. Законкой будет ли погоня непонятно. Гелем в него попасть не получилось. Potential Operation под Энвизом. У него нет ультимейта. Полетел корабль. По двоим неплохо. Можно убивать, по крайней мере, Виноманстера. Успел помазать Гелем. GQ погибнет скорее всего. Потому что Гель очень больно его просаживает. Мирана еще накидывает Starfall сверху. Вот так вот. Два в один. А тут прилетает та самая NFS-бомба. Домой Мирана. Ну и по итогу 2 в 2 раз менялись. Отпустят этот Шекер. Смотри, Никс прям решительно настроен. У него Виндеты нет. Они не догонят, по идее. Хотя, если успеет кинуть третий скилл. А маны у Шекера нет совсем. То могут догнать. Он до конца идет под фризами. Теперь можно и за Сайленсером выехать. Промазал он первым скиллом. Замедлить не получилось. Сейчас будет МПЛ. Какая же долгая погоня. Минус Сайленсер, скорее всего. Одна тычка. И да. Это минус. Минус саппорт команды. А не Монаром Тим. Оперейшн. Видит, что Дарксир пытается. Вышку. Как-то. Пронести. Но ничего один он здесь не сделает. А тем временем Мирана опять выходит. И опять же убивает этого СФ. Очень сильная Мирана получается. Зря я ее недооценивал. Это круто на самом деле. Я люблю такие игры. Думаю, ты со мной согласишься. Есть о чем поговорить. Не просто сидишь там 2-3 на 14 минуте. Ну, все понятно. И такую аналитику начинаешь двигать диванную. А вот я думаю, у этой команды будет перевес через 10 минут. Ты со мной согласен, Никита? Да, конечно, я с тобой согласен. А вот тут ты смотришь и прямо видишь, как убивают Мирану. И не можешь этому не радоваться. Потому что сразу экшен нон-стоп. 11-8. Да, 19 убийств за 14 минут. Это много. Причем явного преимущества какой-либо из команд нет. Все команды. Обе. Хорошо играют. Достойно. Показывают. Сайленсера видел. А здесь еще и Виномансер есть. На крест его сажают. Но лучше с ним не связываться. Да, вот он сейчас уже половину хп уничтожил кунги. Остальное будет гореть. Гореть потихонечку, медленно. Но уже нет у него здоровья. Хилбар закончился. Куда делась непонятно. Сденайл, кстати, неплохо. Но Ник сейчас сам здесь останется. Опять же, ловит он гели. И Карапас уже не спасут. Вот так. Пару секунд выиграл, конечно. Но не более того. Гуля фармит. Вот это минус. У него 6-300. Ему надо уходить отсюда. По-моему, в его сторону двое игроков командания Monarch Team направились. Или все-таки передумаю туда идти. Телепорты сразу спасать Виномансера. Шедуфин тут занаглел. Сейчас получит вакуум, скорее всего. Очень быстро бежит за ним Дарксир. И он просто от яда погиб. Ты это видел? Просто от яда. Да, да. Еще раз привет Ренату. Надеюсь, ты смотришь эту игру. Ну, он в дороге домой, скорее всего. Да, с планшета. Правильно. Посмотри. Подумай. Про Виномансера в роли Кэрри. И потом нам расскажешь. В следующий раз. Ну вот, сон на Виндетту. Разменяли. Тут инфизбомба готова. Гем бы не помешал, конечно. Чтобы видеть всех в этом инвизи Мираны. И импейлом там по трейм попасть. И тогда инфизбомба будет просто офигенная. Сработает 100%. Мега, кстати, есть у Дарксира. Скоро будет Грифсы выходить. И Блинг Даггер на Шейкере. Да, Шейкер с Блинг Даггером это уже серьезная проблема. И серьезная инициация. Мег себе хочет собрать все-таки Мидас. Я думаю, это правильное решение. С одной стороны, уже прошел тот момент, когда реально могли взять Аниман Норм Тим и задавить. То есть, если бы они до 10 минуты преимущество получили большое. Или даже до 15 хотя бы. То можно было говорить, что у них есть шансы. Довольно высокие. Закончить там пораньше и не выходить в лейт. А сейчас уже идет 17. Счет 13.8. Всего 3000 перевес. Вот он, Блинг Даггер. С Техослэмом. И это минус сразу моментальный. Никс Асасина. Будут втроем давить сейчас в вышку. Если сюда никто не выйдет, то и потеряют ее совсем. Ну, ловят Мирану зато. Не вовремя, не вовремя. Торрент хотя бы попали. Но лип-то потрачен. То есть, она уже не уходит отсюда никак. Шейкер. Шейкер будет пытаться сейвить. Но там рейдж в этом проблема. Еще и замерзает Мирану. А тут что за Блинг был? И сразу его на крест на Торрент возвращают. Он, видимо, за ивейдить хотел. Очень много яда на Кунке. Он отсюда никуда не уйдет. Еще пытается Дарксир дальше в догонку бросаться. Догонять. Догонять. Это что-то повышено. Стенку в одного не жалеет. Очень потно играет. Ребята, тут опять Шейкер. Шейкер может погибнуть. Мана закончилась. Импейл очень хороший. Карапасы пошли. Ивина Мансера похоронят. И все. Яд кончился. Почти. Ну, Гуля переживет. СФ переживет. Минус 3 сделали. Ох. Не знаю, как будет команда Анима Норм Тима эту игру выигрывать. Но... Да, дальше сложнее будет. Уже тяжелое положение. Да. Дальше... Да, еще сложнее. Ой, как неудачно. Попытался, наверное, замансовать в деревьях. И случайно... Или не совсем случайно. Но так получилось, что встретился. Лицом к лицу с... С Лайфстиллером. Ну, конечно, такую встречу не пережить уже. Мирана идет. Пармит лес пока. Сейчас может встретиться с Лайфстиллером. Она его, скорее всего, могла увидеть. Вот сейчас. Вряд ли. Вряд ли. Сейчас увидела и будет уходить. Могла бы еще так стрелу дать. Подогоночку. Привет, я тебя вижу. Лови стрелу. Что-то вроде этого. Забирает урну богатства. Пока отходит. Отходит команда Квант Гейминг. Ну, правильно. Им спешить некуда. Пока по золоту они все равно проигрывают. И им не надо давить сейчас. Не надо сносить вышки. Слишком рано. Идти в пятером. Ну, потому что могут просто остаться там. Как-нибудь. От яда Виномансера. От прокаста Шейкера. Еще Дарксир чего-нибудь накинет. Надо просто фармить. Что они, в общем-то, и делают. У Лайфстиллера перевес все больше и больше. Мирана с ССФ примерно одинаково идут. Ну, там минут 10. И скорость фарма ССФ возрастет в разы. Там уже будет его сложно догнать. Смок. Четвером под смоками. Это правильно. Они Монарм Тим так и должны делать сейчас. Ну, единственное, что вряд ли кого-то встретят. Если только на нижнюю линию попытаются СФа поймать. Но он улетел. Да, он спокойно улетает. Все, и куда они сейчас идут, непонятно. Мне кажется, они просто тратят время. В то время, как Силы Света фармят, они зачем-то с другого конца карты. У них такой план был. Использовать смоки и Тина СФа, когда он действительно стоит в другом конце карты. Можно было выйти в среднюю линию. ДД у Мирана, да, активирует он. Активирует. Ну, сейчас встретят Никса, кстати. Если заметят, спалят. МПЛ сразу ультимейт от Силенсера в ответ. Мирана остается, ничего не успевает сделать. Нет у них СА маны. И никакой ДД не помогает. Врывается, неплохо. Отличный стан, торрент. Корабль пошел в ответ на развороте. Гуля грызет Силенсера. Саппорт сейчас погибнет. Стенка уже стоит. Можно Дарксира забирать дальше. Но это минус 5. Минус 5 надо делать. Возвращают у нас еще и Шейкеры. И Виноманстра ни в коем случае нельзя отпускать. Торрент мимо. Но есть третий скилл наверняка. Хотя Гуля под Ядом-то тоже должен погибать. Гуля отъедается. Очень много урона и очень много лайфстила. И вовремя-вовремя он улетает на базу. Он мог погибнуть. Просто от того, что Виноманстр слишком долго живет. Успевает что-то сделать все равно. Но двух саппортов разменяли... Ладно. Никс не саппорт у нас. Саппорта и оффлейнера. Разменяли на 4 игроков. Это очень неплохо. Это замечательно. Выжил один Виноманстр. Да. Которого команда, кстати, боится. У него очень много... Урона. Он даже не то, что боится. Просто сейчас выбора не было. Они бы там остались вдвоем. Он плотный все-таки. 1620 хп. И 20 армора. Ему позволяют выживать даже под дезолятором. Лайфстилера. Но... Это пока. Пока он просто очень медленно бьет. У него нет какого-то баша, чтобы Виноманстра на месте держать. Вот когда появится Майл Штом, допустим, и... Скул Башер, там уже будет трудно переживать. Очередная у нас инфест-бомба готовится. Просветки неплохие. Под ультимейтами Рана стягивают Никса. Понимаешь, что здесь инфест-бомба. Надо его быстро разобрать. Выпрыгивает лайфстилер. Никс погибнет. Выпрыгивает лайфстилер и убегает. И убегает. Да, ну потому что еще кому-то там оставаться. Они в догонку. Не собираются отпускать. Можно сделать хороший вакуум. Идет торрент. Корабль пошел. Но по одному только попадет. Да не по кому не попадет. А почему они с хайграунда дерутся на лоуграунде? Почему? Непонятно. Надо подняться хотя бы. Ну и в итоге отдают Дарксира и уходят. На оффлейнера поменяли. Ну бросили. Бросили своего парня. Пытались что-то там настреливать с реки. Когда там 50% промаха. Я не знаю зачем так делать. Но надо было подниматься, если уж они собрались. Да, если собирались драться. Конечно на хайграунд всем тогда заходить и бить. А так мало толку от этого было. Сейчас Кераса варится у Лайфстилера. Варится также у него Сэнш. И это уже мощно будет смотреться. То есть смотри, там еще и довольно высокий шанс того, что замедлит Лайфстилер. Мало того, что у него третий скилл замедляет. Он еще может замедлить за счет Сэнджа и Дьяши. Ну и как бы замедление получается в итоге не хуже, чем у Виномансера и Саленсера вместе взятых. То есть у него тоже будет очень хорошо. А вышки-то стоят? Все Т1 вышки? Даже верхняя по-моему. Сейчас не видно, там игрок входит. А нет, единственная, да. Да пусть стоят, Никит, пусть стоят. Я просто статистику говорю о том, что команда-то не может зайти и сломать эту вышку. Т1. Они не хотят просто. 23-я минута заканчивается. Просто дело в том, что им действительно выгодно время тянуть. Чем они занимаются. Но сейчас еще немного поформят и, наверное, пойдут. Уже СФ на 600 золота мира, оно опережает, о чем я и говорил. Лайфстилер 500 золота перед Виномансером имеет преимущество. Но даже при равном количестве закупа, наверное, он все-таки будет посильнее. Не забирает пока, кстати. Пока не видели, Никит. Но теперь забрал. Наверняка должны были пропикать, что он может сюда зайти. Сразу ультимейт Миран и как-то, возможно, будут находить Виномансер тут. И теперь уже на лоу-граунде команда Сил Света в погоню. Неплохая фиссура по двоимам. Тут инфест-бомба, Мирану разбирают, разорвали на куски. Кунга погиб. Но ее ультимейты по-прежнему действуют, их не видно. Надо гем уже какой-то действительно приобрести. За Лайфстилером в погоне. Но он очень плотный, трудно будет его пробить. Шекер с ультимейтом бросается. Лайфстилер пока живет, должен отъедаться. Играет Армлетом от яда очень больно. Скорее всего погибнет. Кайлы замечательные. СФ живет. Минус Никс Ассасин. СФ тоже должны минусовать. Дает свой ультимейт под Блэк Кинг Баром. В итоге 2 в 1. И убегают дальше в погоню. Виномансер. Гууля погиб от яда. Шивасгард Виномансер наказывает. Без шансов. Минус 4. В ответ в следующей же драке они уже проиграли 4 в 1. 4 в 1. Так получается что ли нет преимущества у сил света. Только от драки зависит. Мне казалось что они уже почти выиграли эту игру. Ну смотри они 2000 сейчас проиграли. И по опыту 5. Почти. Почти 5000 да. Ультимейт Эншн Топорейшена по холи. Помазал так его тоже. Но он выживет. Там как бы ему 10% это 180 хп. У него там будет больше 180 само собой. Ну и улетать на базу сразу подлечиться. Кушку все таки они не забрали. Дальше не пошли. Тут уже все герои сил света возродиться успели. Но Аниман Арм Тим держит такое шаткое равновесие. Несмотря на то что уже 26 минута пошла. И вроде бы фарм уже какое-то преимущество должен давать команде квант гейминг. Это вообще не видно. То есть равная игра идет? Да. Но вот эта драка показала что несмотря на вроде как такую раннюю агрессию у Аниман Арм Тим. Они все равно могут в середине игры переворачивать драки в свою пользу. Главное это вовремя увидеть соперника. Понять кого нужно фокусить. И первого пирать. Ну да. Лайфстиллера вот зафокусили. Лайфстиллер все больше ничего не смог. Начал убегать. Остальных оставил своих собратьев. И плюс к тому же все равно в итоге сам погиб. И при том они еще с ним дрались с лоу граунда. Там очень сильное измедление было. То есть он почти не убегал. Он этот яд ловил. Пытался армлетом играть. Но я видимо доигрался в конце концов. Что хп уже не хватило чтобы выжить. Ну в общем я не знаю. Конечно лайфстиллер должен как-то решать эту проблему. Потому что интерес бомба была ужасная. Их там вдвоем похоронили. Но блингтагер у Никса еще видимо не скоро появится. Может он вообще не хочет его собирать. Тяжелая тяжелая ситуация в плане врыва. То есть если ты неудачно ворвался ты уже не убежишь. Потому что там очень дикое замедление идет сразу. Разошлись по своим частям карты пока что команды. Решили пофармить лес так сказать. Пофармить крипов которые подходят. Небольшое преимущество команды анима. Виномансер кстати вырвался в топ 1. Обратно. Это интересно. Смотри небольшое преимущество было 3000. Стало 1000. То есть формят они медленнее. Им надо драться опять же. С учетом того что каждая минута это в пользу кванта гейминг работает. У них все таки лейт посильнее. Вроде как должен быть. Но в теории. Хотя вот опять же керри веномансер. Если относиться к этому не предвзято. Серьезно как керри ластилеру например. То я бы не сказал что преимущество в лейте будет у команды кванта гейминг. Потому что веник там может навалять. Мы видим как. За счет своего прокаста. Но вообще прокасту силы тьмы намного сильнее. Гем у Йорр Шейкера появился. Отлично. То есть Никса в теории они могут моментально поймать и стереть сразу же. Проявляют стрелой. А может самим зайти на Рошана? Почему нет? Варды у вас есть? Есть. То есть в принципе передвижение вы должны видеть. Ну кроме Никса Сассина который бегает в виндете. С блингдаггером кстати тоже приятно. Но Йорр Шейкера есть гем. Так что Никса они увидят. Веномансер начинает разбирать кунку. Шивасгард возвращает его на кресте. Стрелой и минус кунка. Дальше в погоню бросается Дарк Сир. Пытается догнать все-таки Анжи Топорейшна. Но он догонит его. Ну не туда пошел. А не туда побежал маленько. Суршочин кстати его так нормально бафает. Но не заметил. В кусты смог телепорт. Отлично сыграно. Ну и здесь перетягиваться антис-бомба не удалась. Ни в кого они так и не влетели. У лайфстилера по-прежнему. Да, Кирас. Аниман Арм Тим всей командой наваливается по центральной линии. А все они сейчас заставят стянуться. Я думаю они не против раворазмен пойти. Даже на хайграун. Потому что тут быстрее Т2 вышка упадет у сил света. И плюс там есть варды Виномансера. Которые пуш ускоряют очень сильно. И вот они вынуждают вернуться. На базу еще СФ. А на развороте ловят. И тут оставляют. Погибает парень без шансов. Не дают СФ урона набрать. Только он набирает немного урона за счет крипов. Его тут же уничтожают. Такая судьба. Такая судьба у этого СФа. Да, Т2 моментально снесли. Вернулись. И достойный отпор дали. Врагу от своей линии. Отогнали. Еще самое неприятное. Что тебя совершенно не спасает в этой игре. Black King Ward. То есть ты вроде бы его собрал. Вроде бы хочешь заэвейдить этот урон. От Earth Shaker. От Dark Seer и так далее. От Виномансера это вообще никак не помогает. Он просто приходит и вам разбивает так же лица. Я уже говорил. Что может быть стоит собрать Bloodthorn. Но это 7000. Пока что ни у кого таких денег нет. Это полный творца Лайситилера. То есть как бы очень дорого. Не боится. Просто стоит впитывает урон от вышки. Вообще. Наплевать ему на эти пички. У него 2000. У него 2000 еще хп реген. Армор смотри какой у него армор. 17 плюс 25. Ну самый большой такой. Я заметил. 42 армора. Физзащита 71%. Да. То есть я вообще не чувствую. То там бьет его Лайситилер на 200 хп. А там ему условно говоря 140 не залетает. У нас драк начинается. Очень плохой ультимейт. На развороте разбирают. Минусник с Ассасин. Сенка ставится. Лайситилер дерется. Пытается отожраться. Корабль полетел. Ультимейт Энши допоречено. Тоже залетает. И кто кого все таки убьет первым. Лайситилер минус 3. Оформляет. Там Сайленсер настреливает. Очень неприятно. Будущий мейн кэрри. Интеллекта много наворовал. Стрела шальная залетает. И 3 в 3 получается. Размен. Выживает только Шедуфинт. Эншент опорейшн. Мирана и Сайленсер. Выживают мидеры и саппорты. Да. Все. А так. Да. Равноценный получился. Размен по сути. И в самом размене. Всего 26 интеллекта у Сайленса. На секундочку. Ну из-за того, что судя по всему. Команда немного отставала. Кванта Гейми гонит. Золото чуть больше получает. На 700. Да. Ну и команды. Впрочем Силы Тьмы тоже в минусе не осталось. Потому что золото неплохо. Крайней мере. Не в минус ушла. По итогам драки. Интересная кстати драка была еще тем. Что вот сначала так. Неплохо вырвалась команда Силы Света. Казалось бы там уже разбирают. Но там потом был Гвардиан Грифс. Очень успешно прожат Дарксиром. И снова все фуловые. Там яд тикает. Неприятно. Все уходят. Убегают. В итоге Лайфстиллер все равно остается. Но вовремя залетает корабль. И ультимент. Да, корабль хороший был по троим. Сразу прошел. Прям здорово. Очень много урона получили. Да, представь если бы еще был купол какой-нибудь стоял. Нет, ну это уже слишком. Это не честно я считаю. Вместо... Но с другой стороны вместо кого купол? Вместо... Вместо... Вместо Лайфстиллера. Но Лайфстиллер очень много урона наносит. И так с руки. Ну или... Хотя можно войта так как-нибудь... Упороться, собрать как... В далеком 2012-м собирали через Баттлфьюр, через Мжалнир, такой Кэрри Войт. Не сработает наверное, но зато прикольно. Зато весело. Да, зато весело. Ну и снова по лесу. Снова разошлись, да. В лесу фармят. У каждого по собственному стаку. Каждый фармит то, что может. Лайфстиллер древних. Ну а саппорт и так. Почему-то кстати, заметил я, что очень редко стакают на наших турнирах какие-то споты для своего мейнкэрри или мидера, чтобы они фармили. Нечасто это происходит. В этой игре вообще нет. Хотя напрашиваются хотя бы Эмирани, можно было стакануть. Где было бы полезно. Ну да. Ну и Шеду Финду например, там Лайфстиллер. Не знаю, в общем можно было так сделать. И почему-то фармит быстрее команда Сил Тьмы. У них было 2000 перевес, сейчас 4000. И он дальше ползет вверх, мне так кажется. А почему происходит так, я не знаю. А Виномантер просто своими вот этими вардами заставляет все леса, сфармливает практически все. Слушай, будет либо размен, а вышек размена не будет, потому что на нижней линии Т2 у Сил Света нету. А вот на верхнюю нужно стягиваться и отгонять отсюда Кванта Гейминг. Чем собственно и занимается Анима. Очень интересная игра, 4 минуты уже почти прошло. Лайфстиллер. Толкает в обратную сторону. Он кстати тоже себе решил сварить Блэк Кинг Бар, я не знаю зачем. Ну как бы от всех этих ультимейтов, фиссур, он и так защищен за счет Риджа, а от яда это не спасет. Никс, возможно видел. Но он знает или не знает о Роксире, наверное не видел его. Ну тут у Гема нет пока что, поэтому не спасаются. Но видят, что на Рошана заходит и можно их там поймать. А Вершейкер же в прошлой драке по идее выронил Гема, он себе еще один купил. Сейчас у него есть, он привозил же его. Или кому-то другому отдали. А, Дарксиру отдали просто. И вот стягивается команда Сил Света, не спешит туда как-то заходить, ничего закидывать. Стрела полетела, стрела мимо. Вард от Веномонстра разбить видимо так и не получилось. Также не понимает, что варды стоят на хайграунде, ультимейт Мираны. Ты смотри, просто варды убивают Рошана. Ну да, там еще медалька видимо, может даже супер медалька. И все, Айдис забирает Мирана, можно давить дальше. А какие таланты Веномонстр взял? Он как раз на варды наверное и взял. Да, тройные здоровья урон. Это машины, машины. Покажите этот вард просто. На сам вард. Да, кликните на вард. 1350 и 120 урона. 120 урона с руки, это мега крип, как? Только которого ты ставишь куда хочешь, когда хочешь, который стоит там 15 маны. Ну единственный, он не ходит. Да, это единственный минус. А тебе не надо, чтобы он ходил. Ты сам ходишь, ставишь его куда надо. Ну да, да, да. Сейчас можно вон на вышку. Пачка крипов там раз в 30 секунд. Окей, а вард может там раз в 5 секунд ставиться. Вот вышка падает под этими вардами. Тут без шансов, мне кажется. Если он сейчас пошел пушить, у них есть аегис. Как вот эти варды дефать? Никак. 120 урона каждый удар. 1350 здоровья. Слушай, ну вот теперь ясно. Веномансер безумно силен на 25-м. Со своим вот этим талантом. Если войдрака пошла. Обрывается, обрывается. Минус шекер очень быстро. Веномансер пытается кого-то разобрать. Дает шивасгард. Сразу расстреливать друг друга. Начинают. СС сейчас скорее всего погибнет. Очень больно лайфстилеру. Подрубает блэкингбар. Начинает отжираться. Яд на нем пока не висит. Пытаются цеплять веномансера. Все в него слили. Выживает. В итоге у нас и шэдоуфинд. И лайфстилера. Веномансер в таверну отправляется на 90 секунд. Но варды бьют по-прежнему. Уже милишный барак начинает проседать. Но добить его как-то не решаются. Еще и Мирану могут сейчас поймать. У кого-то ротов Атос появился. Они постоянно держат Мирану на месте. В этой сетке. Неприятная штука для нее. Слушай, а по-моему, когда веномансер заходил. Ты сказал, что яда нету. Он вместе с Шива Гвард прожал ультимейт сразу. А, может быть. Потому что АКД сразу началось. Но из-за эффектов видно только что. Вроде как Шива только полетела. Вот такая вот небольшая хитрость. Поняли, что в драку пока рановато. Хотя варды и сильны. Но одними вардами ты только сторону можешь пронести. А герои-то могут тебе еще и в ответ навалять. Ну смотри. Вышку и барак снесли. Тоже неплохо. Тоже хорошо. То есть небольшое преимущество уже будет. Да как небольшое. Там Т2 еще стоит у команды Аниман Арм Тим. Нет, у них уже серьезное преимущество. Хотя по ценности не скажешь. Всего 2000. Но надо смотреть по пушу. Это важнее уже на такой минуте, мне кажется. И здесь они успешнее. Успешнее, конечно. Но как драки выигрывать? Чтобы еще раз зайти пушить, надо выиграть драку. А тут уже в ответ команда Кванты Гейминг прожимает смоки. Никс вообще бежит под Вендетой. И сейчас должно быть все довольно печально, если кого-то действительно поймают. Это будет минус стопроцентный. Но пока ни на кого не отткаются. Есть, кстати, блинк даггер. На подвышку не палится. Все правильно. Но шейкера не увидят. Он в деревьях тут хорошо запрятался. Не палит свое местоположение. Да, в засаде. Сидит, ждет, скорее всего, свою команду. Если вся команда сюда стянется, можно что-то попробовать. Одному ему здесь делать нечего, конечно же. Но чтобы его заметить, надо ровно на одну линию с ним встать. Ну, потому что тут лес, как бы, такой вижен, что он сам немного видит. Но его трудно заметить. Врывается очень неплохо. И это минус Дарксир. Вряд ли он сюда идет. Прожимает Гвардиан Грис, поднимает себя в Юла. И можно еще подраться. Лайфстилер начинает разбирать. Ставится стенка. Только сейчас погибает у нас Дарксир. Тут Виномастер начинает раздавать. Ультимейдж. У вас Гард. Очень больно Аниксу. Очень больно Акунки. Но Виномастера самого сейчас могут разобрать. Нет, он пока убегает. Разобрали, конечно, Сайленсера. Еще минус Шейкер. И, как бы, довольно тяжело. Что делать? Что делать? Заставляют Лайфстилера вардами просто. Мирана, смотри. Мирана очень много. Очень много урона наносит. Очень много урона. И еще за счет диффузов выжигает всю ману. Минус 3. 3 на 3. И тут 2 кор-героя выжили. А успел. Ой, немного не попадает стрелой. Вот это было бы. Вот это было бы круто. То есть 2 кор-героя у вас живы. Вы можете забрать в сторону. А то и 2. Ну да, под фонтаном он здесь восстановится. Под бассейном, под этим маленьким. Проверяет Ancient Operation своим ультимейтом. Кто? Пошли ли на базу? Нет. Пока пусто. Капуста. Мирана пока одна пошла. Будет выбивать байбеки. Может попробовать. Ну и заодно Мирана, мне кажется, не будет никто байбекаться. Но если придет Виноманцер. Но он все правильно делает. Он идет по другой линии. А здесь тоже крипы подошли. Лип стрелаем. Ой, как дождет Ancient Operation хорошо. Ротов Атос на ней висит. Сейчас еще крест словит. И может Мирана здесь статус у нее совершенно не остается. А у нее есть Аегис еще. Выйдет Аегис и... Уже, если у нее пропал, видимо. Пропал только что. А она в следующей драке отдала. Нет, нет, нет. Он вот только что заходил, а был у нее. Ну это странно тогда. Я, честно, не видел. Мне казалось, что она могла в предыдущей драке отдать. Она не умирала в предыдущей драке отдал. Да. Так, говорится, в самый неудачный момент Аегис пропадает. Ну, можно посносить и шрайны. Правда, Earthshakers DD решил уйти куда-то. Не буду ваши шрайны с нами сносить. Да пусть, пусть пофармит. Ему можно. Он хорошо играет в этой игре. Ставит варды. Может обидеться иногда на свою команду. Главное, что они забрали последнюю Т2 вышку. Да, могут снести шрайны. И... Денежки капают, капают. Потихонечку. И они не проигрывают в драках. Тоже это круто. Сатаник собирается без шедуфинт. Сатаник это хорошо. Но лишь бы ему хватало урона, чтобы хилиться. Вот такой тревожный немного колокольчик для команды Аниме Нарм Тим. Заметь, уже минут 15 преимущество ни в чью сторону. Не растет, не падает. Просто стоит на месте. Эти 4К висят у Аниме Нарм Тим, но и не растут. То есть команда... Простите, как их там? Квант Гейминг. Квант Гейминг, да. Они достойно огрызаются. И по сути в равной степени сейчас играют с Аниме Нарм Тим. Мы еще под конец могут и перевернуть игру. Если мы вот сейчас больше делаем упор на то, что именно Аниме доминирует. Акторин Корр. Где они перевернут? У него Акторин Корр, понимаешь, Никита? А, ну все. Мне уже не верится. Мне уже не верится в команду Кванты Гейминг. Ну это я, конечно, шучу, но Акторин Корр это очень сильно. Просто минус мораль сразу. Талисман оф Эвейджен есть также у Мираны. И будет скоро Игл Сонг и Бабочка. Найдет ее в своей цели. Собрать Баттерфляй. Кстати, это хорошо тем, что никто здесь уже не успеет собрать Манки Кинг Барк к тому моменту, как у нее появится Бабочка. Никто, само собой, из-за одного Талисмана оф Эвейджен не будет этого делать. Ой, плохая стяжка получилась сейчас. Станка. Он улетает спокойно, говорит, Блэк Кинг Барк, мне хочется рисковать. Фиссура не туда. Немного не туда. Он сейчас понимает. Вывула себе еще успел кинуть. На всякий случай. Тройная стрела. Минус скрип. Неплохо. Смотри, иллюзии тоже неплохо настреливают. Ну, жигают ману. Понемногу. Собираются. Собираются поближе все к центральной линии. Впрыгивает Виномансер. Дает Шиву. Он там Карапас. Три стрелы и все мимо. И мимо точности надо потренировать. У нас идет Шейкер летает. И минус Никс сразу же. Моментально. Можете персторону забирать. А то и две. И Никса нет Бэйбэка. В четвером драться против Пятерых сложно. Расставляются ворды. Будут сами сносить. Да и Мирана очень много урона. Наносит три стрелы. Еще стрелы полетели. Это просто какой-то такой челлендж. Уклонись от трех стрел. Особенно трудно это сделать, когда они летят в самом начале и близко друг к другу стоят. Ой, как она неаккуратно зашла. Но не успела. Успела отпрыгнуть Мирана. Бордов пока здесь не хватает. Виномансера на этой линии. Именно чтобы снести Т3 вышку. Вот еще один он ставит. Никс выкупается. Натикал, видимо, у него все-таки золото там немного в таверне, пока он посидел. Корабль. Сразу сон. Чейн Виз. Ну и врывается дальше. Очень неплохая стяжечка. Надо что-то дать. Врывается Эр Шейкер. Очень неплохо начинает, но нечем добить. Нечем добить. Просто-напросто в итоге выталкивает. У нас Виномансера. Шедоу Финн под Блэкинг Баром. Никса Сассин очень битый. Прожимает карапасы. Дабл килл от Шедоу Финда. В одного Никса разменяли. Троих героев. Причем погиб Виномансер, самое главное. И Лайфстиллер дальше в погоню за Мираной. Но нет. Понял, что это бесполезно. Ну вот. Вот тебе и Актарин. Но Актарин хорош, когда капает яд. Когда есть Шивасгард. Неиспользованная. Когда он много дает хила. Сатане как бы. Кадоу Финда. Ну а что дальше? На байбек он себе оставляет. Само собой. И может быть дособерет уже себе или Кристаллис, или Блатторн. Ну то есть не Кристаллис, а Дайдаус. Прошу прощения. Кристаллис у него уже есть. Блатторн, мне кажется, лучше был бы. Вот. Кинуть на какого-нибудь Виномансера или Мирану. И они погибнут очень быстро. Криты. Капец какие будут вылетать, мне кажется. Ну да. Очень сильно. Опять разошлись. Успокоились. Успокоились по игре. И надо. Надо как-то собраться. Я не знаю. В принципе-то сейчас можно было. Вот минус 3 было. Не было ни Виномансера, ни Джордж Шейкера. Оставались Мирана и Дарксир. Можно было попробовать подавить посерьезнее. По верхней линии собирается идти команда Кванта Гейминг. Ну просто еще нехорошо, что крипы так постоянно по линиям пушатся. То есть помогают и Варды Виномансера, и какие-то Старфолы Мираны. И постоянно отпушивают. Вот да, только по верхней линии этого сделать пока не удалось. И можно зайти туда. Забрать вышку. Но собирается дефать. Дефать, а не Монарм Ким. Твой Тавр так просто не отдадут. Рошан уже на месте. Готов. Вновь упасть. Отдать уже и Сыр. И Аегис. Ну и 200 злота, конечно. Да, скорее всего заберут Рошана. А почему-то Кванта Гейминг даже на вышку не пошли. Да, возвращаются. На базу он думает, может какой-то выход под смоками их ожидает. Но нет, тут падает просто Рошана, Аегис для Холи и Сыр. Сыр для Мирана, наверное. Шейкер подобрался. Шейкер. Не знаю, зачем Сыр Шейкеру, конечно. Миране бы он был полезнее. Может быть просто у нее даже настолько нет слотов. Рюкзак переложить что-то. Это будет прямо минус урон. Все, все. Полезные артефакты. Все полезные артефакты. А хотя бы Dragonlance убрал. Я бы ботинок переложил. Ботинок? Да. Ну, может быть. Не знаю. А хотя Dragonlance дает полезную рейнджу для атаки. Там немного статов. Но это Сыр в принципе компенсирует. Потом можно Dragonlance себе. Впихнуть обратно. Ну ладно. Это их дело. Самое главное, они сейчас опять дают смоки. Опять три стрелы. Опять минус крип от одной стрелы. Все как обычно. Виномансер под дабл демиджем. Харикон Пайк у него есть. У него есть Шувасгард. Сейчас будут заходить на сторону. А Лайфстиллер вместе с Никсом на верхней линии практически. Им нужно срочно телепортироваться обратно. Иначе это минус сторона будет. Но вынужден тратить глиф. В любом случае. Тут уже три варда стоит. Крипы теперь появляются и сразу умирают. Виномансер никуда не уходит. Виномансер никуда не уходит. У него есть Аегис. Стрела. В этот раз попадает по СФ. У него сразу отталкивает. На верхней линии тут стычка пошла. Лайфстиллер вместе с Никсом подкопались. На самом деле разъединены драки на две части. Можно очень плохо убить Никса. По крайней мере Карапасу он пока своей не дает. Здесь у нас ультимейт от Кун. Гитарен полетел. Айфстиллер грызет. С одного удара просто убил Виномансера. Минус Аегис. Дальше Лайфстиллера надо пробовать как-то убивать. Стенка стоит. Виномансер фуловый. Возродился. Байбэк надо делать. И драться 4 в 4 продолжать. Потому что вышка уже упала. Теперь пошли бараки в ход. Ну вот. Пока дрались команды друг с другом. Ворды делали свою работу. Они методично плевались в вышки, в бараки. И все. Вот. Пожалуйста. Минус сторона. Версута рейдж. Версута рейдж. Геройская статуя. Ну правильно. Арен любит иногда порейджить. Не знаю. Не смотрю. Я тоже не смотрю. Но как бы эти подборочки. Они просто набирают. После такой подборочки не стал даже смотреть. А это правильно. Монтедстайл. Сразу дается. СФ. Репортируется на вышку. И дольше за вино монстром у нас. А Эйгеса теперь уже нет. Погибает у нас Дарк Сир. Стрела прямо в рейдж попала. Гем надо подобрать. Так. Что-то произошло у нас. У. У Финда. Ну не очень конечно красиво. Так делать. Во время драки. Вот эти буковки. И вейт. И вейт. И выйдет иллюзия. Очень круто и выйдет. Требуют. Продолжается игра. Ну гем. Гем надо подобрать. Монету пока не делают. Хотят. А никого нет уже рядом. В принципе никто. Вот. Курицы забирают. Да. Подлетел. Курьер забрал. Ну смотри. Очень тяжело дается заходы. Но 11 тысяч теперь уже перевес. Хотя 11 тысяч на 49 это мало. Это очень мало. Ой. Поймали. Нарезай это как по шейкеру. Виула себе поднимает. И армлетом играет. Уходит. Кто кого еще и поймал. Лайфстиллер то. И прыгает в крипа. Очень хитро. Телы мимо. Убегает просто в крипе. Все правильно сделал. Никс Ассасин. Собрал аганим. Будет подкапываться теперь. Сидеть. Выжидать. Ну да. Это такая турель. Которую ты ставишь на свою базу. И она дает импейл. Дает карапасы. Постоянка вот там. Вжигает. Ману. Главное там рейнджака. Не карапасы. По моему импейла. Побольше становится. Слушай. Аэршейкер в драке кстати. Сыр. Не съел. Его тогда первого отфокусили. Он даже не успел прожать. Вот сейчас он его по моему мирание отдал. Или кому. Куда он его дел то. У Виномансера. Нет. Он правильно все сделал. Виномансеру конечно сыр. Да. Виномансеру отдал. И он кстати выкладывает ботинок. Как ты и говорил. Зачем ботинок. Все. Все медленно бегают и так. Виномансера. 227. Мофспид у Виномансера. Там то что под замедлением от его яда. От саленсера. В принципе уйдет. У всех еще меньше будет. Он продолжает. Продолжает давить. Методично. Да. Есть брокинг бар. Я думаю вы можете переключиться на байбек. И пока что. Чтобы видеть. Кто может сейчас выкупиться. Кто нет. А пожалуйста выкуп. Отлично. Но нету. Не у SF. Не у Kunky. Не у Unix. Ну. Ей может выкупиться только Ancient Operation. А у Ancient Operation уже тоже нет. Прошу прощения. Не у Ancient Operation. Да никто. Нет. Никто не может выкупиться. А нету вообще выкупов. Лифстилер один с выкупом ходит и все. Сможет ли он. Он обычно и выживает. Поэтому он даже не обязательно иметь. Чела попадать 50 секундная Микса. Завкусить. Само собой не получилось. Тут же варды стоят. То есть даже если они не зайдут сразу на хайграунд. Они могут реально выдавлять. Писадично неплохо. Сразу в Glimmer Cave прячется. Вард потихоньку начинает варды на хайграунд стоять. Ну смотри реально. Они стоят. Выходят крипы. Варды их убивают. То есть даже если они не зайдут сразу. Они по крайней мере и не выпустят этих крипов. Вот этот урель уже стоит со своими импейлами там до космоса. И вот. Плюс еще иллюзия. Пошла неплохой импейл. Ультимейт сразу от шейкера вылезает. Только сейчас лайфстилер. В итоге он не попал под этот ультимейт. Начинает выгрызать. Есть гем. Можно ловить шейкера. Очень неплохо разбирается Холиви. Но манстр как разбирает саппортов. Дальше надо драться. Стенка по троим. Очень больно им сейчас. Минус два. Надо дальше догнаться за лайфстилером. Но все-таки смотри как иллюзии СФа просаживают. Кунка выкупается. Пойдет сейчас обратно дефать в сторону. Но верхнюю сторону там потихоньку-то ломают. А там уже до башен. До башен. До Т. Все. Минус три. Четыре. Т четыре. Очень тяжело сейчас будет. Квант и гейминг вернутся в эту игру. Даже если они выиграют по итогу эту драку. Выталкивают лайфстилера. Дальше начинает разбирать. Очень больно уже бьет даже сайленсер. Поймали. Поймали у нас сейчас. Виномансера ничего не успел сделать. Стоял получал. Т-4 упало. Крипы начинают ломать башню. Вот оно. Виномансер сделал свою грязную работу. Он просто своими вардами. Скорее трон. Трон. В вышке. Да, да, да. Трон. Все. Ну и вот. Выиграли время. Выиграли время. Сломают. И что вернули? Смотри они идут дефать. Они не уходят. И правильно делают. Милишный барак 100% упадет. Мир она его забирает. Последний это живой до мега крипов. Это не дефается. 15 тысяч перевес. Совсем никак. Правда. Летят стрелы. Мимо. Но это уже все равно. Надо просто поражать Black King Bar всем. И дружно забросить. Сейчас Веномансера дождутся просто. И все. И там уже никак. Веномансер в принципе может попробовать выкупиться. Прилететь там куда-нибудь поближе. К своему шрайну. И додавить. С другой стороны. Зайти. Обставить все вардами. Чтобы вообще никакого сопротивления не было. Сейчас нет смысла делать выкуп. Они что? Они подождут. Там 50 секунд. Ну уже 30 даже. Тридцать два ворованного интеллекта. Саленсера. Слушай. А я что-то вот. Я наверное пропустил эти моменты. Саленсер. Ультимейт. Жал вообще? Жал. Сейчас даже у него когда идет. Хотя бы раз он точно жал. Но нет. Там было много хороших ультимейтов. В этой драке может быть это не так помогло. Но в прошлое и позапрошлое ее ультимейты прям много решили. Этериал Блейд. О. Закопался. Никс. Поиграем в Старкрафт теперь. Только надо побольше таких никсов. И уже будет поинтереснее. Пока только один. Пока только одного можно в команду добавлять. Да. Может быть потом Valve сделают так, что можно двух одинаковых героев брать. Но это уже не дота будет. Не знаю. Какой-нибудь фановый режим. Да не. По-моему есть. Миррор мод. Должен быть. 5 на 5 на никсах. Не. Ну там не такой Миррор. Вот. Начинают. Немногу. Режим Same Hero. Вот по-моему так называется. Ой. Как его сильно просаживают. Лайфстиллера. Эти иллюзии. Крипы. Да и сама Мирана тоже. Да. Стенка по-моему уже должна была откатиться. Можно просто поражать. Да. Есть стенка. Надо заходить. Все вместе. Но 5 на 5 по ультимейтам. Держат. Держат на себе внимание в то время как крипы просто заходят. Прошла инициация. Сейчас будет очень больно. Вовремя фиссура. Двоих нашли. Сейчас не обязательно даже драйву выигрывать. Поднимают у нас Никса. Уходит Шейкер. Живет. Все. Настреливают по Лайфстиллеру. Фонтан падает. Трон падает. Все. Умираем. Фонтан. Нет. Там Эншин Топорейшин. Заметь. Да ультимейт и вернулся сразу. Байбэк от Лайфстиллера. Драка продолжается. Пока еще живут. Не хотят сдаваться. Лик закопался. Подкапывает троих. Отлично. Ну а как тут дефать. Все равно сейчас. Инвиз сразу. Гем валяется. Потеряли Шейкера. Выбили байбэк. Ну кстати тем не менее. Все равно. Есть шанс еще подефать. Почти. Почти забрал гем. Но не дают. Подняли прямо. Использовали его. Увидели. Забрали. Минус Никс. Что это было? Минус. И сейчас будет минус. Сэф. Это Джиджи. Для команды. Аниман Арм Тим. Да. ГГВП пишут. Ну вот. Вот. Вот тот веномансер. Которого я хотел увидеть. Спасибо большое. Аниман Арм Тим. За такую игру. Очень хорошо показали. За скриним для Рената. Да. Надо отправить ему. Отправим. Отправим конечно. Спасибо ребятам. За такую красочную. Хорошую очень игру. Причем играли команды. В одинаковой степени хорошо. Но вот. Вот эти вот. Ворды на 25 уровне. Веномансер. Они победили. Да конечно. 1350 хп. 120 урона. Которую ты ставишь в б-момент. Каждые 5 секунд. Хоть не контриться. Это вообще. Это безумие конечно. Причем ты их ничем не уничтожишь. Только самому подходить и пить. А как ты подойдешь? Когда там ты шаг один вперед сделаешь. Тебя сразу выталкивают с хайграунда и убивают. Кванта гейминг. Не расстраивайтесь. Продолжайте тренироваться. Все у вас впереди. Очень хорошая игра. Хорошие статистики. В общем здоровые. Да нет. Круто круто. Они сколько играли то у нас получается. 55 минут игра длилась. Ну и Норм Тим. Ждем вас дальше. Как всегда. Очередных хороших парней. Выбили эти негодяи. Да. Негодяи. Ну ладно. Посмотрим. Уходим на перерыв. Скоро вернемся. Да. Не расходитесь. Субтитры сделал DimaTorzok